Дамы и господа Открывает главное политическое событие этой весны Прощальный концерт Аллы Пугачевой в Киеве На концерте присутствует Виктор Андреевич Виктор Федорович И отсутствует Леонид Михайлович И первая женщина, которая поет Пришла поздравить женщина, которая премьер Алла Борисовна, идите сюда Что вы там стоите, сзади, как Турчинов на плакате Шановна Алла Борисовна Я вошла на эту сцену, чтобы приветствовать вас с ювилеем И побажать всего наикращего Я вас дуже люблю Спасибо Помовчите, пожалуйста Я вас дуже люблю И я всегда сама спеваю ваши песни Как приятно Слушайте, не перебивайте меня Я ж вас не перебиваю, когда вы по телебачу не спеваете Так вот Давайте сейчас заспеваем разом Ну хорошо, давайте Кто начнет? Ну как кто? Алла Борисовна, конечно вы Вы же старше Да, но я же и талантливее Но это же ваш прощальный тур, да? Да, но я сама ухожу Добровольно И потом я звезда Да, я новогодние концерты закрываю А я, если все получится Буду в этом году новогоднюю ночь открывать А я с Путиным дружу Ой, и я с Путиным дружу Да, но и Путин со мной дружит Знаете шо? Я, я, между прочим Зрубила Киркорова народным артистом Украины Шоб вы знали А я сделала Киркорова мужчиной Доброе А зараз вас пришел в привитаты Виктор Федорович Янукович Как здорово, а кто это? Я вам не могу этого сказать Потому что он уже на сцене Цветы Спасибо Дорогая Людмила Марковна Алла Борисовна А? Алла Борисовна А, ну да Так вот, о чем я А, да Сегодня, Софья Михайловна, у вас юбилей Знаете, мы все здесь присутствующие Выросли на ваших песнях Я, если честно, и сам люблю некоторые из них К примеру, вот это очень нравится Держи меня, Русановка, держи Соломинка А? Соломинка А, ну да Соломинка Ну вот Еще очень нравится вот это Махаться Ой, в смысле драться Метелицы Метелицы Да Метелицы Ну, само собой, разумеется, миллион-миллион разных пост Улетай, Кучма, улетай Ну и другие, знаете, ваши инструменталочки Так вот, значит, Ада Борисовна Отцы Восточной Украины И уже от счастья Западной Мы долго думали, что же вам такое подарить Квартиру в Киеве Дорого Машину в Киеве Ну, а зачем вам машина в городе, в котором у вас даже квартиры нет Ось, ось, бачите, типичный ваш донецкий подарунок, Виктор Федорович Юлия Владимировна, знаете что? А вы, наверное, уже прекращайте делить Украину на ваших и наших Давайте делить ее уже поровну Как договаривались Друзья, ну такой день Я прошу прощения, Инга Леонардовна Значит И самое главное, что хотел сказать Передайте огромный привет лично от меня вашему супругу Господину Погачеву Ну все, я закинчив У меня все кома Ну, раз речь зашла о коме Слово Леониду Михайловичу Я и моя команда Молодая Долго думали, как к вам обратиться Примадонна Примадонна Старо Богиня Слишком Поэтому я решил просто Коллега Вы знаете, я недавно вернулся из отпуска Странно С планеты Диджурс Еще никто не повертался Что? Продолжите Так вот Я знаю все ваши песни И готов сейчас исполнить любую Какую вам не жалко Виктор Федорович Я вас очень прошу Зроби что-нибудь Скорее Стоп И пока Леонид Так сказать Не начал петь Слово предоставляется Леониду Даниловичу Кучме Шановна Алла Борисовна Знаете Многие кажут Что при Кучме Было лучше Что Погачева была Моложе Виктор Федорович Скромнее Виктор Андреевич Умнее Мені так Мені так вообще Зашибість було І Ось Ось ви уходите Але Я дуже хочу подивитись На нашу естраду Безпугачеву Знаете Це вони зараз Кажуть Мол Хай иде А потім На заборах Будуть писать Борисовна Прости Борисовна Вернись И взагалі Заходьте Ваші аплодисменты Ну а следующее слово Я хочу представить Будущему преемнику оппозиції Виктору Андреевичу Ющенко Аплодисменты Аплодисменты Спасибо Ну Передо все Я бачу Що якось Несправедливо У вас Шановна Алла Борисовна Квіти є А у Юлії Владимировны Нема Так що я Якось так Мені кажуть Отак Це мені? Ні-ні Це широкая коаліція Шановна Алла Борисовна Я гордий тим Що я останній президент України Який працював в епоху Богачовой А хто буде після мене Це мені по-перше По-друге Алла Борисовна Я гадаю, шо Ваш ювілей Це шлях України в НАТО Шлях України до Євросоюзу А можна спросити, почому? Тому що іншого шляху я не бачу вже Це по-друге По-третє Алла Борисовна У вас Останній Прощальний тур У мене Надіюсь Останніх два тури Розумієте? Плохо понимаю по-українськи Розумієте Давайте Шановна Алла Борисовна Сьогодні Я хочу присвоїти вам звання Почесного громадянина України Значить, говорить Алла Борисовна Якщо по-чесному, то Що ви там говорите? І з цього приводу У мене декілька слів А, говорить, сліви вам принес На подарок, сліви Спасибо Ам-ам Так, і ці квіти Це нагорода Ага, говорить, сліви Ся на огороде собрал Він же у нас немножко огородник Дачник Ну да Подяка за вашу творчість Ви знаєте Алла Борисовна Наша держава Вона Кокулій Слушайте, Віктор Андреевич Може, хватить уже про Кокулі Чоловік із Росії приїхал Давайте Ви справжня Примадонна Що-то почав про Макдональдс Ну, он вже у нас Немножко американец Ну да Тому я желаю вам наснаги Ага, точно про Макдональдс Говорить, будете Макнагетс? Не, лучше сліви Приятного сіту Так, желаю вам мужності Говорить, мужа, щоб ви носили на руках Та бути пильними Ага, і пыль з нього здували Знаєте, якось вчора мені вдруг Дуже стало сумно Ага, значить, говорить, їздил в Суми недавно На родину к себе Знаєте, і достав ваші старі платівки Говорить, діде достал ваші старі платіжки Так що будьте осторожні Він же у нас немножко бухгалтер в прошлом Знаєте, Алла Борисовна Я згадую той час Коли ми ще маленькими хлопчиками Знаєте, пробачили за відвертість Бігали голими до моря Ой, опять за свій голодомор начало Знаєте, коли я Коли я слухаю ваші пісні, я завжди мандрую Так, я відмовляюся це переводити Соберіте сіфер Я маю на увазі, що вашу творчість завжди хочеться пірнути Пірнути? Ну ви мене підставляєте просто Але я гадаю, що ви, Алла Борисовна, на цьому не зупинитесь І підете далі Говорить, крутите педали Ну, в смысле, ласково намекнув, що нам пора заканчувати концерт Так, на цьому все, у мене, спасибі А, говорить, щоб не посыпало от слив, осторожні Бризгані А, я поняла, поняла Кстати, странно, ви перший чоловік, хто його понює Нет, друзі, я поняла одно У нас в Росії любое событие – це парад А у вас – цирк Хотя цирк, оно как-то веселее Дові, господа, представление начинається! Виходять на трибуну циркачі І снова представление йдет Жонглёры і факиры – лавкачі В котрый раз факирують народ Смертельний номер! Воздушні гімнасты – КПУ И акробати блока Литвина Под куполом готовят новый трюк Такой, чтоб охренела вся страна От Орли кинок Орли шуфрич с Орли гривной дефицит Орли Витя, Орли Юля Только мэр наш не грустит Ла-ла-ла, бабули, ла-ла-ла, земля О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо Ла-ла-ла, Луценко, о-хо-хо-хо Низя! В верховном цирке нет свободных мест Артистов тьма и всякого зверя По кругу скачет в НАТО президент И выступает женщина-змея Али-а-а! Вот только многомиллионный зал Устал смотреть на это каждый день Для них играет душ, шорят глаза Ах, а нами заполняют пюллетень Ах, Украина, Украина Стыдно быть смешной для всех Украина, Украина Есть одна награда в смерть Добрый вечер, дорогие друзья Добрый вечер, уважаемые дамы и господа Юрий Витальевич, гуден так Ну, сейчас не об этом Ну, что вам скажу, дорогие друзья Посмотрел я Евровидение в Москве Что могу сказать? Ну, сперли Все сперли у нас, у украинцев Все Звук, знаете, номера, идеи Все сперли Сцену Вы слышали? Они введители на свою суперсцену Потратили 40 миллионов долларов Слушайте Вот когда было Евровидение, значит, в Украине У нас была сцена, может, и не супер Но мы на нее 80 миллионов долларов потратили И это по документам Между прочим Потом исполнительница Вы видели их исполнительницу, а? Мало того, что сперли у нас певицу Так они еще и идею номера украли Ну, помните, приходька пела, да? И она там на экранах сидела во время песни Кого вы хотели этим удивить? Да когда гринжолы выступали У зрителей седина появлялась сама собой Без всякой компьютерной графики Если хотите, лично мое мнение, я вообще считаю Что на Евровидении в Москве смотреть было не на что Не на что А с того места, где я сидел, вообще ни хрена не было видно Кстати, идею продавать билеты в таких местах Они тоже меня у нас сперли Ну, балкон меня сейчас понимает Так, теперь Евровидение, если честно, откровенно Это только надводная часть айсберга Копать надо глубже, друзья Россия испокон веков Все у нас у украинцы воровала Все Абсолютно все Вот они, литературу, музыку Да, музыку Вот они говорят Виагра российская группа Слушайте, ну какая Виагра российская группа Если все песни Виагри пишет Меладзе А Меладзе наш Он грузин Потом гимны Вы только представьте Гимны у нас украли Не, ну старшее поколение меня понимает Помните, у нас раньше точно такой же был Дальше говорят, значит Они, видите ли, россияне Продают на всю Европу российский газ Слушайте, товарищ Да издревле Продажей российского газа в Европу Занимались мы Украинцы Че вы сюда лезете, россияне И потом не надо говорить Что мы, украинцы Во всем повторяем за Россию Нет Мы делаем все наоборот Вот у вас там Премьер-министр мужчина У нас женщина У вас два президента У нас ни одного У вас министр обороны военный У нас мирный У вас там в Москве Все с высшим образованием А у нас там в Москве Все без высшего образования Вы там умеете смеяться над нами А мы, украинцы Умеем смеяться над собой И в этом наша сила Добро пожаловать в вечерний квартал Каждый вечер-вечер наступает вдруг И если делать нечего тебе, мой друг И если ты от жизни, от своей устал Может быть заглянешь на священный квартал Здесь сияют витрины И горят фонари Здесь сигналят машины От зари до зари Здесь красотки танцуют Здесь всегда полный зал Здесь девчонки целуют Даже если устал Здесь всегда зажигает Наш вечерний квартал Наш вечерний квартал Спасибо огромное! Ну что ж, для начала, конечно же, радостная новость Знаете, после нашумевшей премьеры фильма О Тарасе Бульбе Тарас Бульба Кинорежиссер Владимир Бортко Приступил к съемкам новой картины О Степане Бендере Как вы сами понимаете Бендеровцы погибают в фильме С криками «За Русь, матушку!» И в продолжение маленькая криминальная новость Оказывается, за 16 лет Автомобили, принадлежащие Верховной Раде И Кабинету Министров Ни разу не становились виновниками ДТП Участниками постоянно Виновниками ни разу Дорожный патруль в вечернем квартале Доброго дня, столица! Разрешите напомнить старший лейтенант Лопухан И сержант Лоховец В эфире Дорожный патруль Значит, докладываем Последнее время на дорогах увеличилось Количество дорожных транспортных происшествий Участниками которого становится, так сказать, этот политический бомонд наш У нас в руках целая жменя протоколов ДТП И это, между прочим, только за майские праздники Значит, с вашего разрешения, товарищ лейтенант Значит, первый протокол веселого содержания Я, Ветренко Наталья Михайловна Находясь за рулем своего автомобиля Случайно открыло тонированное окно Чем и спровоцировало Три дорожно-транспортных происшествия Следующий, так сказать, веселенький протокол Я и моя молодая команда Находясь, как нам тогда казалось, за рулем Не остановились Хотя все понимали, что нам уже хватит Следующий протокол Мы, братья Кличко Находясь в автомобиле Ford Focus Снимались в рекламе И в нас на полном ходу врезался Леонид Михайлович Причем без автомобиля И я Проповедник Сандея де Ладжа Находясь за рулем автомобиля Ламборгини Диабло Утверждаю, что мой друг Леонид Михайлович За рулем не двигался А ехал Я, Иванов Иван Иванович Не успел прижаться к обочине И сопровождал кортеж президента До самого Мариинского дворца Я, Виктор Федорович Янукович Остановился на Крещатике В неположенном месте И вышел из Volkswagen на посад Чем, собственно, и создал пробку на улице Крещатик Я, Виктор Андреевич Ющенко Находясь За водителем Виктора Андреевича Ющенко Кумом Виктора Андреевича Ющенко Попал в затор на Крещатике И распустил пробку Я, Ренат Леонидович Ахметов Находясь за рулем автомобиля Porsche Cayenne 2012 года До выпуска Остановился на светофоре И в меня сзади въехал автомобиль Ланос Чем нанес травму моему знакомому Который находился в это время в багажнике Я, Мишель Платини Находясь в полном здравии И багажнике Рената Ахметова Как раз утверждал Донецк для Евро-2012 Я, Юлия Владимировна Тимошенко Года рождения Находясь за рулем джипа с донецкими номерами Ехала 180 км в час по полосе встречного движения А знаете, шо-то в этом есть Я Олег Тягнебок Як справжний патриот Знаходачись в Мерседесе Случайно не заметил автомобиль Москвит 412 Движущийся во встречном направлении Поэтому и развернулся через две сплошные Превысил скорость, догнал его и заметил Я Петр Николаевич Симоненко Водитель танка Т-34 Замаскированного под Москвич 412 Не знал, шо меня догоняет Мерседес Тягнебока Поэтому немного притормозил, шоб знал Ну и последний протокольчик веселенького содержания Значит, я Михаил Боярский Находясь в состоянии Защищайтесь Направлялся на ближайшее СТУ в Лондон за подвеской По пути случайно заехал в Киев Чему я пора-пора порадовался Граждане водители, принять вправо по главной дороге вечерний квартал заезжает Михаил Боярский Пора-пора-пора радуемся на своем веку Красавице и губку счастливому клинку Михаил Боярский Добрый вечер, приятно видеть в нашем квартале Спасибо, добрый вечер Ну что ж, все мы с вами прекрасно знаем, что Михаил Сергеевич замечательный актер Фанат Зенита и любитель шляп Помимо этого, он является умнейшим человеком и ярким представителем культурной столицы России Сейчас мы попытаемся это с вами доказать Ну, на самом деле, не все так сложно Сегодня будет небольшая викторина Мы вам задаем любые вопросы, а вы отвечаете, ну скажем так, хитовыми фразами из хитовых ваших фильмов Ну, к примеру, сколько у нас мушкетов? Четыре А сколько у нас шпаг? Четыре Совершенно верно Продолжаем в том же духе Ну, допустим, дважды два Четыре А сколько рук у братьев Кличко? Четыре Четыре А размер бюста на Тиграновской? Четыре Очень большой Ну, около четырех, будем говорить Сейчас будет такой пикантный вопрос Подскажите, пожалуйста, вот сколько раз у Д'Артаньяна было с Констанцией? Вообще, вопрос не очень скромный, я на такие вопросы не отвечаю, но постараюсь выкрутиться из положения, сказав непонятно Четыре! Подходит Тогда такой вопрос, ну, не про любовь Сколько пальцев на руке у фрезеровщика? Четыре А на двух? Четыре Верно А сколько голов Динамо забило Спартаку? Четыре А в Москве? Четыре, но я болею за Денис Футбольный, еще один вопрос Сколько украинцев в Донецком Шахтере? Четыре Это да Но в Баварии есть один человек Анатолий Тимощук У которого четыре ноги Он играет за четверых Это Мы помним Великий футболист Еще один маленький футбольный вопрос Как вы думаете, сколько городов Украины не готово к Евро-2012? Четыре Соответственно А во сколько наступает 16.00? Четыре Ну да И еще такой интересный вопрос Как вы думаете, сколько бутылок водки влазит в одного человека? Четыре А вот такой тяжелый вопрос Сколько будет, если сложить всех министров, депутатов, судей и прокуроров Украины? Тысяча чертей! И последний вопрос Михаил Сергеевич, как вы думаете, сегодня в этом зале какое количество ваших фанатов и поклонников? Мне будет достаточно четырех А на самом деле четыре тысячи чертей! Михаил Боярский! Спасибо! Еще один футбольный! Что ж, дорогие друзья, мы продолжаем Все вы, наверное, знаете культуру питья такого напитка, как текила Лизнул, выпил, куснул Да, ну а мы разработали культуру питья других алкогольных напитков Итак, поехали Текила Лизнул, выпил, куснул Мартини Заказал, выпила, дала Коньяк Десна Открыл, закрыл, выбросил Молодое молдавское вино Выпил, вскочил, побежал, не успел Дорогое французское вино Купил, поставил, смотрю Водка Выпил, захотел, соблазнил, опозорился, уснул Турецкая водка Привез, открыл, попробовал, закрыл, подарил Советское шампанское Купил, открыл, плачет, смеется, спит Везу домой Пиво Выпил, сходил, выпил, сходил, выпил, выпил, уснул Сходил Немецкое пиво Франкфурт, выпил, не помню Прилетел, сняли, выпил, поставили И это не случайно По этому поводу, специально, ко дню победы Телеканал Интер порадовал своих зрителей новой картиной Действия которой происходят во Франкфурте Смотрим Итак, в главных ролях Юрий Виталиевич Луценко И то, что осталось от немцев Фильм Аэровокзал для двоих Часть вторая Пробуждение Ой, 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 ой Какой кошмар Доброго дня Гитлер капут Де я? Вы находитесь на оккупированной немецкой территории Шо? Это кто сказал? Это вы вчера так сказали Я? Ты? Ну, побачьте меня, хлопцы Не треба было меня чипать Мы вас не трогать Мы стоять в аэропорте работать Вы первые к нам подходить и спросить А что солдатик? Немцы в городе есть? И шо? И сразу ударить командир корабля Ну, он же мне, напевно, что-то поганное сказал Най, он просто входит Вы его увидите Ай, кошмар Де він зася? Форт Гитлер Слухайте, хлопцы А я вот дивлюсь на вас и думаю А ваши батьки на вейне воювали? Мы вам не можем сказать Чему? Вчера с этого все и началось Я Я, я Так, шо началось? Давайте рассказывайте Во порядку, как все было Давай Вы хотели провести 8 литров шнапс Так Мы сказать так нельзя Ну? Вы сказать хорошо Тогда мне нужно на 5 минут туалет Пока логично Пока логично Когда через час вы вернулись Шнапс Шнапс уже не было Ну вот Ну и вас тоже уже не было Потом Потом мы хотим вас схватить Вы сказать Я живим, не сдамся И выпили еще литр Что потом? Потом мы сказать вам хендихох Так И вы предложите мне хендинах Да Мы сказать хендинах вас издаст Вы сказать один раз не вас издаст И вот так делать Потом мы спросить вас, кто вы такой И? И вы долго объяснять, кто я такой Слушайте, а это кто боится? Это есть американская делегация Вы их схватили и напоили Зачем? Вы сказали союзники Слушайте, Гитлер А что у тебя с головой? Вы есть бросить в меня телефон Ну, я ж напевно выбачився Я, вы так и сказать Извините, я не туда попал Где сейчас мой телефон? У начальника таможни Где начальник таможни? В больнице Чему там? Достают телефон Где сам начальника таможни? Он тоже в больнице У меня что, было два телефона? Нет, у вас еще был паспорт Слушай, какой паспорт? Ой, твердый Так, что еще было? Потом вы писали на стене Здесь бельюра Ну? А потом конкретно фамилии Кого здесь бельюра? Слушай, ну добрый Ну тебе конкретно Куда я ударил? Никуда, между чем? Слушай, ты брехун Ни тебе вы не брехаты Я два раза в одно и то же место не бью Не два, а четыре Гитлер Что ты зафингал? Это есть вы Слушай, ты Не треба цього нахлепу У нас в милиции, коли бьют Синяки не оставляют Кто у вас старший? Мы позвать начальника аэропорта Фрау Шпицель Так Вы увидите и сказать А можно всех посмотреть? Да я Да я Что еще Потом приходит Начальник охраны Вы сказали Я не знаю Что я с ним сделаю И? И мы не знаем Что вы с ним сделали Я сподеваюсь Мы тоже так надеялись Что еще? Потом вы с бутылкой шампанского Бросались под тележки с вещами Ой, горе, горе Слушай, ты хлопцы Ну вы меня пробачьте Я вам зараз якусь видячу Не надо Не надо Мы уже сами все сделать Что сделать? Мы вас понимаем В день победы мы выполним все ваши требования Какие требования? Самое главное ваше требование Прошу Ангела Меркель Фрау Ангела Меркель Главное требование ваше Я, я День победы Как он был от нас далек Как в костре потухший тая Уголек Хлопай, Иди Давай, вставай Хлопай, Хлопай Победы за мной Спасибо Мы продолжаем Очередным указом президента Пискуну присвоено почетное звание Трижды генеральный прокурор Украины Ура, товарищи И еще один скандал Вчера Шевченковские и Печерские суды Жестоко подрались между собой За право судить Зварыча Как вы сами понимаете В эфире новости нашего квартала Новости, новости! Новую тематику Про грязную политику Про секс и акробатику А также про эротику и прочую экзотику Про бизнес и про готику Про самые наркотики Новости культуры Про гольф и баскетбол И с прокуратурой И, конечно, про футбол Про дождь, про пассивную Про рогатую скотину Вороновейшую машину И про ритму Украину Новости оттуда Новости отсюда Новости отглючения Все отчеты А тупости до новости Болезни и здоровости Вы хотели новости? Знаете ваши новости? Позвольте перед новостями Немножечко похулиганить Ученые генетики скрестили Черновецкого и Шуфрича Полученный гибрид Любит бабушек По нескольку раз в день Новости нашего квартала Добрый день В эфире экстренные новости В студии Степан Казанин И сразу к новостям В это трудно поверить Но только что самолет Следовавший из Польши в Украину Захватили сомалийские пираты На борту самолета На борту самолета На борту находится Виктор Андреевич Ющенко Пираты требуют выкуп В размере 10 миллионов долларов Первым с этим событием Виктор Януковича поздравил Премьер-министр России Владимир Путин А Виктор Янукович заявил Что переговоры с пиратами Не начнутся до тех пор Пока не закончатся переговоры О создании широкой коалиции Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко Выступила с обращением Пираты, люби пираты Если вы не хотите идти на уступки Верните хотя бы самолет И снова на связи Виктор Янукович Он заявил Что готов выплатить выкуп Пиратам по частям Но только в том случае Если они будут выпускать Заложника по частям И уже сегодня вечером Состоится программа Шустер Лив Тема выпуска Нужно ли отдавать выкуп И почему нет А представитель партии регионов Анна Герман Просит поставить Для Виктора Андреевича Ющенко Песню Эй, моряк, ты слишком долго плавал Мы тебя успели позабыть Мэр Киева Леонид Черновецкий Направил письмо к пиратам Цитирую Уважаемый Джек Воробей Я и ваша молодая команда Должны договориться Или вы отпускаете самолет Или я подниму для вас Коммунальные тарифы В 10 раз Продолжим Временно исполняющий Обязанности главы государства Владимир Литвин Отметил, что за последние 10 минут В стране произошли Позитивные изменения Удалось приостановить Инфляцию Наладить отношения С Россией И вот буквально только что Мне сообщили, что Пираты вышли на связь И угрожают Если в течение часа Им не заплатят выкуп Они начнут выпускать Заложника Напомню В эфире экстренные новости Нам удалось связаться С захваченным самолетом Алло, мы вас слушаем Спасибо, Виктор Андреевич А теперь дайте трубку Сомалийским пиратам Сомалийские пираты говорят Что они уже давно бы Выпустили Виктора Андреевича Если бы им не угрожали Донецкие пираты И, конечно же, ситуация С захватом Снова поссорила Таких непримиримых соперников Как коммунисты И партия Свобода Они никак не могут решить Какой же орден Вручать сомалийским пиратам Ленина или Степана Бендеры И пираты Пираты снова вышли с нами На связь И вот что они сообщают Мы уже признали УПА Заберите его, пожалуйста А в свою очередь Юлия Владимировна Сообщает Что мы переговоров С террористами Не ведем Это были экстренные новости До новых встреч До свидания Да, говорят на Евровидении Во время исполнения своей песни Анастасия постарела на 20 лет А после объявления результатов Еще на 10 Мы продолжаем Вслед за Анастасией Приходько С песней Мамо Встречайте Стас Приход С песней Тато Вит прадеда до діда Вит діда до батька Вит батька до мене Ишла ця стародавня Сімейна традиція Алкоголизм Вишев із тіні мрій Заклятий тато мій І до столу, як до школи Проводжав мене старий Краватку приспусти Яєчко під соли І мізинчик от сюди І ковкни її туди І на волю ту горілку не пусти Тату І коньячо Тату Біжіть до туалетку Бо тут нельзя Досить Уже ніхто не вірить Що ми князьо Тату Тату Бо я бачу Взяли Що буде кайф Тату 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 Вам ни шашки, ни камень, но это не прикол, это не каприз. Это просто значит, будет номер на дырс. Цветы на подушке и мусор вынес. Слушай, Наташа, у него кто-то есть. Я тебе говорю. Мой? Слушай, мой молодец. Я его с утра в спа-салон отправила. Пошел. На депиляцию, прикинь. Наташа, кажется, вернулся мой красавчик. Пока. О, Боже. Вовочка. Ну, давай, давай. Ой. Давай, давай. Ой, ну надо же. У-у-у-у. Вот так. Вот так. И тут, не знаю. Вот так. О, ну все. Все. Вот так, хорошо. Молодец. Ну вот, видишь. Ну давай. Рассказывай. Что тут уже расскажешь? Подожди. Ты в салоне был? А что, не видно? А где же? А нету. Ой. Вовка, ну вот ты вот это все для меня. Руки убери. Я понял. Тихо, 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 тихо. Садись, садись, садись. Давай, 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 давай. Ну все. Ну пожалуйста. Ну расскажи, как там все сначала? Мне так интересно. Зашел в кабинет. Угу. В комнате везде звукоизоляция. СМЕХ Я сразу не понял, зачем. СМЕХ Бедненький. Ты ж знаешь, я трусом никогда не был до этого. СМЕХ Ну? Заходит девушка. Угу. Симпатичная. Олечка. СМЕХ Олечка. СМЕХ На. СМЕХ И сразу мне раздевайтесь. Угу. А сама главная гадина не раздевается. СМЕХ Говорит, давно смотрю, депиляцию не делали. СМЕХ Я говорю, давно? Угу. Лет тридцать. СМЕХ Ну, а она? Она. Ну что, готовы? Я говорю, а что? Говорит, ну будете готовы, скажете. СМЕХ А ты? А я молчу. Она говорит, вам воск или смола? А ты? Я дурак спросил, что дешевле. СМЕХ А надо было спросить, что дороже. СМЕХ Короче, пока она мне там мазала, было приятно. даже пару раз стыдно. СМЕХ СМЕХ Страшно было. Кошмар. Вот видишь, а я на эту процедуру сразу согласилась. Да потому, что вам бабам там терять нечего. СМЕХ Ой, ну ладно тебе. Ну, а потом? Короче, с первого раза у нее не получилось. Да ты что? Сбежал я. Вышел в коридор, решил настроиться, вернулся через год. Настроился? Нажрался. Говорю, Оль, может не сразу? Ну да. Говорю, давайте как-то постепенно, ну там, с носа начнем. Зачем? Ну думал, пока туда дойдем, даст, Бог умру. О, ну что ты такое говоришь? Лучше б я умер. Такое ощущение, что волосы у меня в мозгу росли. Потерял сознание. Бегу по ромашковому полю. Впереди тоннель, а в конце тоннеля свет печет. Печет в конце тоннеля. Ну очнулся. Очнулся. У меня уже под мышками ничего. Ты видишь, как она? А у нее синяк под глазом. Ой. Но это ее не остановило. Грудь ей, видите ли, моя понравилась. Ты смотри. А грудь-то у меня уго-го. Ну да. Не в маму. Заначку спрятать можно. Точно. Было. И главное, машет гадюка. А у самой аж слюнки текут. Я говорю, подождите. Ну. Дайте хоть с детьми попрощаться. Ой. Дайте хоть я отойду. Ну. Отошел километров на двадцать. Поймали. Очнулся. У меня уже здесь ничего. А у нее укус на колени. А почему на колени? Куда достал. Ну а лед прикладывали? Прикладывали. Ой. Хорошо. Да? Да. Такое ощущение. Как будто бы депозит из банка забрал. Да. Ну все, да? Все. Думал. Ваваша отмучился. И тут она перевернула меня на живот. Ой. Говорит. Станьте так. Как будто бы воду у ручья пьете. А ты? И че я дурак согласился? Я ж пить-то не хотел. Ой. Испугался. А испугался так, шо слышали все. Ну. Говорит вам сразу Олечка. Ой. Или постепенно. Ну а ты? Че я дурак согласился? У меня ж время было. Короче, дернула. С первого раза у нее не получилось. Но метра два меня протащила. Пекло. Да. Пекло. Я стал, вышел в коридор, сел. Как? На живот. А вот так сделали. А ты откуда знаешь? Я не знаю. Делали. Ага. Говорит, хотите укол от морщин? Угу. Я говорю, не надо, я сам. Кто ж знал, что это в лоб надо? Была у меня там одна морщина. И то, и нет. Говорит, приходите через год. А че это так долго? Пока заживет. Ну да. Ой, Вовочка, бедненький. Ну и намучился же ты. Ну все. Руки умер. Пойдем спатоньки. Ага. Я тебя поцелую. А гляди там, через год к 8 марта, даст Бог, у нас ребеночек появится. Да, только ржать будешь ты. Да. Ты. А может, один раз? Ну. Дамы и господа, в студии квартал 95. Дорогие друзья, все вы знаете, что Светлане Лободе на конкурсе Евровидения в Москве не разрешили выполнить ее шикарнейший трюк спуститься с 30-ти метровой высоты вниз на адской машине. Да. Сказали, что это сложно и очень опасно. Да. Но сегодня, уважаемые друзья, только в вечернем квартале вы сможете увидеть этот смертельный номер. Встречайте, Светлана Лобода. Отойди. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Посмотри, что там. АПЛОДИСМЕНТЫ Слушайте, звезда упала, а я даже желания не успел загадать. Слушайте, давайте, что там по тексту дальше, а? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Говорите. На сцене Светлана Лобода. Это понятно. Все видели. Дальше что? АПЛОДИСМЕНТЫ Та самая Лобода, которая заняла на Евровидении первое почетное место. Какое первое? В данном случае либо хорошо, либо ничего. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слушайте, а кто-то знает, когда Светка родилась? Женя, зачем тебе знать, когда Света родилась? Потому что вторую дату мы уже знаем. Слушайте, это я не знаю. Может, доктора позвать? АПЛОДИСМЕНТЫ Да, да, да. Хотя нет, может, сразу уборщицу. Да тихо ты. Слушайте, давайте это, давайте так, вы тяните время, а я, я за доктором. Ага, давай. Хорошо? Прикроемся. Дорогие друзья, пока Светлана готовится петь, давайте возьмем у нее небольшое интервью. Скажите, Светлана, как вы думаете, справедливо ли вас оценили на Евровидении? Ну, я считаю, я выступил лучшим с ним. Давай фонограмму, пусть что-то поет. Да какую фонограмму Света хотела печь вживую? Вживую. Вживьем. Она была моим другом. И моим. Вы знаете, перед Евровидением Света пришла ко мне и попросила одолжить денег, а я не дал. Не дал. И только сейчас я понимаю, насколько правильно я тогда поступил. А я снимался в ее клипе. В каком? Получается, что в последнем. А еще я помню, мы гуляли со Светой по парку с ее маленькой собачкой. И она накакала мне на ботинок. Кто? Собачка кто? И что? Ну, я ее тогда с ноги как... Кого? Собачка у кого? Собачка у кого? Женя, почему ты сейчас об этом вспомнил? Просто я сейчас в этих ботинках. Я тоже хочу про Свету рассказать. Давай. Помнишь, Жека, я тебе 100 долларов дам? Да? А что ты сейчас вспомнил? На всякий случай. Кто его знает, что с нами завтра будет? Все, я так больше не могу! Света! Света, очнись! Перестань трясти лободу! Лоботряс! Так, где доктор? Подавите доктора! Доктора! Что такое? Ну что за спешка? Ну, еб... Доктор! Снимайте, у нас тут такой случай. Господи. Бог ты мой. Ну, вы гляньте, как знал, а? Сапожки белые оделы. Доктор! Доктор, перестаньте разговаривать! Да, я помогу! Я помогу! Что там делает доктор? Доктор делает искусственное дыхание рот в рот. Так. Рот в шею. Ух ты! Рот в грудь. Ох, это доктор! Теперь я доктор! Тихо-тихо! Так. А что молчим? Давайте, что там дальше по тексту-то? Осталась последняя фраза? Ну так говори давай уже. С нами была Светлана Лобода. Давайте проводим ее аплодисментами. Да, друзья, давайте все вместе. Иди давай. Ну что ж, пришло время. Я хочу пригласить на эту сцену одного из авторов студии «Квартал 95» Валерия Житкова. Знаете, именно... Говорят, что именно этого человека Олег Тегнебог не любит вдвойне. Мало того, что он родом из России, так он еще и Житков. Тамбовский Волк! Добрый вечер. Привет вам от всего авторского цеха студии «Квартал 95». Так получается, что в последнее время в политике ничего смешного не происходит. В принципе, смешное могло бы произойти, но Янукович в последний момент отказался. Поэтому сегодня о звездах. Такой экспериментальный жанр. Не были лицы, про звезд. Сейчас, как скажет Задорнов, отключите мозг. И, как скажет Тинокарль, а что это? И так не были лица. Едет Скрябин на Хаммере, смотрит на обочине Козловский, стоит, голосует. Кузьма думает, дай подкалю его, сделаю вид, что не узнал. Останавливается, куда едем? А сам так хитро на него смотрит. Козловский, на Лобецкую подбросишь? А Кузьма ему 50 рублей. И опять смотрит на него еще хитрее. Ты что, не узнал? Я Козловский, я же в шансе победил. А, точно, тогда 60. Обиделся Козловский и не стал ехать. Еще подумал про себя. Козлы эти таксисты, совсем телевизор не смотрят. Ночью в ладу яме приснился новый танец. Такой, какого ни у кого еще не было. Проснулся, возбужденный, по квартире ходит, есть не может, а поделиться не с кем. Могилевская с концертом в Бердянск уехала. Скрипка телефон потерял, а кроме них в танцах никто не разбирается. И такая злость его взяла, хоть волосы на голове рви. Могилевская шла по улице и нашла мобильный телефон. Залезла в записную книжку, а там ничего не понятно. Все по-украински. Смотрит, написано Мымра. Думает, наберусь, прошу, чей телефон. Набрала, а поговорить не успела. Ей в этот момент скрипка позвонил и трубку бросил. Повадился Вакарчук с друзьями по вечерам во дворе у Яна Табачника собираться. Наберут львовского пива, напьются и давай под гитару песни петь. Сектор газа, там гражданская оборона. Совсем не дают спать народному артисту. Позвонил в милицию, те все не едут. Разозлился Ян Петрович, вышел на балкон с баяном и тоже давай песни орать. Тут подъехала милиция, послушали, сравнили и забрали табачника. Однажды у певицы Алины Михайловны Гроссу случился творческий юбилей. Причем двойной. 10 лет на сцене и 13 лет на свете. Собрались на юбилей друзья, ровесники, фотографы, журналисты. Давно в Макдональдсе такого не было. Поехала как-то Могилевская с концертом в Бердянск. Села в вагон, сразу достала курицу, яйца вареные, бутылку пива черниговского. И давай это все быстро есть, чтоб до шести вечера успеть. После это вредно. Поела, пошла руки мыть, а туалет закрыт. Поезд, ты еще не тронулся? Пригласили как-то Ян Табачник с Татьяной Недельской к себе в гости Ирину Билок и Диму Дикусара. Ну, посидеть по-семейному. Вечер удался на славу. Ян Петрович с Ириной на кухне про шоу-бизнес разговаривает, а детям в зале арбуз порезали и Шрека включили. Однажды певец или кто он там, Эль Кравчук пришел на открытие нового ночного клуба. Смотрит, а Лилия Подкопаева в таком же платье, как у него. Ну, на этом пока все. Все перечисленные события выдуманы, но если что-то совпало, я думаю, никто из нас не удивится. Спасибо. Ну, что ж, уважаемые друзья, мы продолжаем и пришло время поговорить о выборах. Знаете, в нашей стране выборы ждет две категории людей. Первые, конечно же, политики, вторые, это звезды шоу-бизнеса. Причем первые, чтобы потратить деньги, а вторые, чтобы заработать. Недаром в Украине выборы называют антикризисной программой для звезд шоу-бизнеса. Смотрим. Прикинь, вот такая штука происходит, и я ничего не понимаю. Так, слушай, давай серьезнее, я тебя прошу, а? Сейчас придут серьезные люди, серьезные разговоры, будем о концертах договариваться, но по поводу выборов. Да? Да. Так что давай так, значит, я буду говорить, ты молчать. А че это я буду молчать? Все очень просто. Я умею говорить, ты умеешь молчать. Логично. В крайнем случае, знаешь, просто кивай. Так? Во, кивай. Чтоб не получилось, как в прошлый раз. А шо было в прошлый раз? Шо было? Выборы отменили. Так, тихо, он идет. Добрый. Очень. Степан. Допустим. А вы? К делу? Сразу. Сядем. Точно. А здесь... Можно? Курите. Итак, чтобы понятно. Вы концерты, мы выборы. Вы, мы победа, вы деньги. Ясно все? Да? Это хорошо, потому что мне не все ясно. Скажу Прямо. Прямо. Сколько? Много. Нет. Почему? Это слишком много. Давайте дешевле. На сколько? На немного. А это не мало? Это нормально. Хорошо, хорошо. Давайте немного плюс земля. Земля. Сколько? Много. Не-не-не-не-не. Давайте немного, но у реки. Или чуть-чуть и сосны. Допустим. Но тогда придется у него на дне рождения петь. Подпевать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, тогда земля в Киеве. Сколько? Да хоть сколько. Можно. Но там вход платный. А нам зачем? Ну, на потом А какой ваш интерес? Ну что ж, раз у нас пошел такой откровенный разговор Скажу честно, от вашего немного Я хочу много Но это немного Подождите, как это от немного-много? Так мы еще и должны останемся Подожди, подожди, мы разговариваем Что разговариваем, мы уже о конкретных цифрах договорились Тихо А кто за вами стоит? Тот, кто надо стоит Не, ну вы хотя бы намекните Тот, кто надо Или та, кто не надо Тот, кто будет Ну хоть какая-то ясность Ну что ж, договорились Отлично А вы откуда? Я Оттуда А вы не предупреждали Я думал, мы договорились А как же наши принципы? Какие? Предоплата Сколько? Да хоть сколько Решили, что еще? Главное, мы хотим, чтобы всего на всех хватало Нет Почему? Всего на всех не хватит Почему это? Ну, потому что всех много А всего мало Слушайте, ну тогда нам нужны какие-нибудь гарантии Да Какие гарантии? Она лично просила через меня Чтоб вас никто не кинул через него Хитро Скажите, а она всех удовлетворяет? Да 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 Но Не всех устраивает А что вас не устраивает? Нас как раз и не устраивает то, что она всех удовлетворяет Подождите, я не понимаю, как вы все видите? Да Значит так Тот Президент Та Премьер Этот спикер Те в кабинеты Те в комитеты Все в коалицию Остальных в оппозицию Супер Договорились Но Но есть нюанс Какой? Яценюк А он что, что-то не так видит? Не, он все видит Но что-то не так Ну да Он же в очках Так Какие у нас перспективы? Перспективы? Если мы выиграем, мы окажемся в ней А если проиграем, то окажемся в ней Понятно А какая разница? Да Если мы выиграем, мы окажемся в широкой А если проиграем, то в глубокой Ну С Богом С Богом А, кстати А он Что по этому поводу думает? Бог У Бога один шанс помочь украинцам Какой? Пойти на выборы И что, победит? Да Он Да, да Но Но есть нюанс Так, подождите Я в том, что еврей в Украине на выборах Победить не может А-а-а В смысле? А я думал Яценюк Извините, пожалуйста Просили отключать телефон Извини, пожалуйста Алло Здрасте, да Да, 95 квартал, да Я сейчас снимаю Билеты на завтрашний концерт Сколько? Целый ряд? Ну, вы знаете Мы постараемся Но я не знаю, как Но мы Хорошо Приказ понял Будем решать До свидания Да, до свидания Ну, ну Ну, опять дети звонили И что? Ну, билеты им На завтрашний концерт Целый ряд А я вот не понимаю Чего они нам постоянно звонят? Билеты им принеси Туда съезди Жень, Жень, Жень Это же жена Не спеши, не спеши Не делай вывод Сейчас мы им поможем Потом они нам Вот видишь, потом Когда это потом? Ну, потом Вот потом Надо сейчас звонить И решать свои проблемы Ну, как мы можем сейчас звонить? Да, да, вот так Вот сейчас звонить И решать свои проблемы А не потом Сейчас решать проблемы? Да Давай попробуем Вот телефон Ребят, у кого какие проблемы? Ребят У меня проблемы Женя Твоя проблема Так не решается Почему это? Мы политикам Звоним, а не врачам Понял У кого проблемы? У меня проблемы Что, Степчик? Надо земельный участок Узаконить Не проблема Звони Черновецкому Ну, как ты Ну, что ты как? Он же у нас на концертах поет Да Звони Понял Алло Леонид Михайлович Здрасте Квартал беспокоит Да у нас проблемка Земельный участок Надо узаконить Сколько? Не, не Невозможно Не, никак нельзя Не Что? Хочет у нас три песни спеть Отключайся Дай Ребята, у кого какие проблемы? Я У меня проблемы Я же говорю Да подожди ты Со своей проблемой У нас проблема Давай Слушайте Да У меня Значит, у товарища Жулики отобрали квартиру Что делать? Что делать? Что делать? Пескуну звони Его же вроде опять генпрокурором восстановили Да, да О, точно Давай Алло Алло Света Става Михайлович Здравствуйте Да 95-й беспокоит Ага Слушайте, у нас к вам вопрос Вы сейчас генпрокурор или нет? Сегодня Сегодня Отчетная Понял Завтра перезвонить Да, да, да Мы завтра перезвоним Завтра решим проблему Да, все, решим Ребят, у кого какие проблемы? Я молчу Помолчи У меня есть очень серьезная проблема, которую невозможно решить Денис Денис С нашими-то связями, боже мой Говори Я не могу из банка депозит забрать О, прямой номер НБУ Звони Здравствуйте Вы дозвонились в НБУ Если вы хотите скачать картинку с изображением главы Нацбанка Стельмаха Нажмите Если вам не возвращают депозит, нажмите Понял, два Введите сумму на счету, которую вам не возвращают Ага Суммы на вашем счету недостаточны для продолжения скачки Решили Решили проблему У кого какие проблемы еще? Значит так, дайте мне последний шанс Хорошо, Женя, что у тебя за проблема? У меня глобальная проблема Ну? Я никак не могу найти корм для своего попугайчика Звони Зорину Шкиряку Давай А он что, этим занимается? Заодно узнаем, чем он занимается Да, смешно Да, смешно, ребята Вот у вас все шуточки, а у меня, между прочим, действительно проблема Бабушка моя до сих пор не получила в банке тысячу гривен Ооо, Лена Ты-то хоть На, звони своей Да? Ну Алло, Юлия Владимировна, здравствуйте Это Лена с 95-го квартала, да Ну, которая вас делает Нет Нет, Юлия Владимировна, я не в том смысле Юлия Бросила Чуть бросила вообще А ну Здравствуйте Он меня знает Он меня знает Алло, Виктор Федорович, это я Ну и что, сказал? Сказал, нет, Виктор Федорович, это я Дай сюда Решил Решаков Серьезный вопрос Надо решать через Юрия Витальевича Луценко А кто их может решить? Женя, звонит Жека, давай 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 Возьмите другу Возьмите другу Спасибо Алло, Юрий Витальевич Здрасте, это Лысый Я, я, я чё х... Я понял Извините Хорошо Я перезвоню До свидания Он сейчас не может разговаривать, он на каком-то концерте, я не знаю Каком-то концерте, ну концерте Мужики, остался балога Давай балоги, звони балоги, давай Вибачте, ваш абонент находится поза зоною досяжности Ага, а где? Абонент казать, не казать Ой, сколько раз я вам говорил С вашими ничего не решишь, дай сюда, надо своему звонить Кому это ты будешь звонить? Президенту России Ого-го Добрый день С вами говорит автоответчик президента России Слушай, Дмитрий Анатольевич, хорош прикалываться, дай Владимиру Владимировичу Все? Ты слышал? Я говорил Вот, пожалуйста Они даже не желают с нами разговаривать А я вам всегда говорил Политики не хотят слышать наши голоса Вот Здрасте А Черновецкий? Не, Черновецкий он слышит голоса Но не наши Я понял Слушайте А может они Глухие? Точно А если они глухие Давайте им Покажем Покажем Точно Че, прям щас что ли? Опять на потом все будем оставлять? Щас покажем Щас покажем Давай Вместо тепла Вместо тепла И только три слова спасут Мэр МВД и неважно какой президент Перемен Требуют Требуют наши сердца Перемен Требуют наши глаза В нашем смехе и в наших слезах и пульсациях Перемен Мы ждем Мы ждем перемен Вместо голов Тысячи слов Вместо мозгов Холодец Вместо лапши на ушах Липовый мед Вместо Кремля Теперь США Вместо столицы Капец Кладбище Бабушки Гречка Поющий приход Перемен Требуют наши сердца Перемен Требуют наши глаза В нашем смехе и в наших слезах и пульсации Вен Перемен Мы ждем перемен Вместо приходька теперь Лобода Вместо сердючки Андрей На отдыхе в Турции Вместо Динамо Шахтер Вместо Топченко Сегодня Бортко Вместо Кобзона Апрель Все изменилось И только Пескун Прокурор Перемен Требуют наши сердца Перемен Требуют наши глаза В нашем смехе и в наших слезах и пульсации Вен Перемен Мы ждем перемен Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин